Здравствуйте, коллеги! С корпоративными клиентами, с HR, с HR-директорами, с собственниками компаний мы встречаемся практически каждую неделю по вопросам обучения сотрудников и снимаем некие запросы. Любое обучение – это ответ на запрос, хочу что-то изменить, хочу научиться делать что-то по-другому или научиться делать что-то, что будет приносить мне новые результаты или будет ответом на мою проблему. С какими запросами чаще всего к нам приходят компании? С одной стороны, можно подумать, что компании, в общем, приходят с индивидуальным запросом, потому что все это зависит от людей, которые там работают, от кейсов, которые там происходят, от неких внешних, внутренних обстоятельств. На самом деле, когда мы проанализировали запрос, оказалось, что это можно систематизировать в определенный список. И основные такие запросы, с которыми приходят компании, прежде всего, да, это менеджеры выросли, быстро росли, чаще всего из технических специалистов. Менеджерскую позицию они уже заняли, но тем не менее они еще остаются ментально техническими специалистами. При этом чаще всего этот рост в тимлиды, менеджеры, в некую управленческую позицию происходил без какого-то системного обучения. У людей нет понимания, что есть определенное количество набора инструментов менеджера, работы с людьми, с сотрудниками, нет какой-то общей понятийной базы внутри самой компании. И поэтому у таких менеджеров чаще всего либо происходит работа по наитию, по какому-то опыту, такому небольшому, потому что они могут подсмотреть за тем, как ведет себя их руководитель. Но на самом деле такое вот копирование чужого опыта, оно не всегда дает результат, потому что можно просто не знать, куда применить инструмент, через некоторое время перестать это делать и опять начинать делать по наитию, как, в общем, проще делать. Есть один такой очень интересный запрос, он стал все чаще звучать, это очень интересно. И мы сейчас нашим студентам, вот у нас сейчас этот новый поток наступил, пришли студенты, и мы им это озвучиваем, потому что очень важно людям знать о том, чего от них ожидает компания, а то, что от них бизнес ожидает. И этот вопрос звучит как, этот запрос звучит как, а как сделать так, чтобы наши менеджеры были самостоятельными? Переход на менеджерскую позицию произошел, случился, и, как правило, новая позиция предполагает собой расширение круга обязанностей и, в общем-то, расширение круга таких самостоятельных действий. Переход случился, самостоятельность не случилась. На самом деле мы студентам об этом говорим, что ваш руководитель не хотел бы вас водить за ручку, он не хотел бы ходить и давать вам задания, как это было, когда вы были просто техническим специалистом и программистом, к которому приходили, давали задания, он пилил какую-то свою часть задач и приносил результат. Сейчас от вас ожидаются самостоятельные действия, бизнес хочет от вас именно этого. И, с другой стороны, есть еще один запрос, очень интересный, когда менеджмент относительно зрелый, но при этом знакомый уже с многими технологиями, знакомый с многим инструментарием, в общем-то, достаточно часто посещающий какие-то тренинги, обучения, знающий много, читающий много, ходящий на разные конференции. Но есть одна проблема. Теоретически мы знаем, а как вот эти вот наборы этих знаний, как наборы этих техник и инструментов, как из головы наших менеджеров вынуть, показать им, что это нужно применять на практике для того, чтобы достигать какие-то результаты. Как оказалось, вот с такими запросами к нам приходят корпоративные клиенты. Но когда мы опрашиваем еще и наших студентов, запрос немножко другой. А с чем чаще всего, с какой болью, с какими проблемами, задачами приходят чаще всего к нам сами студенты? Потому что у компании одно видение, у каждого отдельного менеджера, который пришел в программу обучения, что-то болит свое. Что чаще всего озвучивают индивидуальные студенты? Важно, что количество коммуникаций. Раньше я занимался какой-то технической задачей, какой-то чем-то техническим. У меня был определенный узкий круг коммуникаций. Сейчас мне нужно их гораздо больше. И вдруг оказывается, что не со всеми людьми я умею настраивать контакты. Случаются конфликты. Так вот, как научиться отслеживать эти конфликты? Как научиться их предотвращать и решать? Как с сотрудниками, так и с коллегами по цеху, с руководителями и, возможно, даже с заказчиками. Понять, что я делала раньше не так. Какие шишки я набил? Это вот все ответ туда, что системно люди не учились. Разумеется, совершали какие-то шаги. Разумеется, происходили какие-то ошибки. Но, возможно, это даже нет такой вот возможности, наверное, оценить, а что я вообще делала не так. В чем случилось-то? В чем причина этих ошибок была? Поэтому некое такое обучение, есть не такое ожидание, что я сейчас посмотрю на опыт других менеджеров, я сейчас послушаю, а как у тренеров это решалось, про какие кейсы они рассказывают, где-то, наверное, увижу себя и пойму, что я делал не так. Научиться общаться и договариваться – это все тоже продолжение вопроса про возросшее количество коммуникаций. Как видите, про коммуникацию очень много болит у ваших сотрудников. Коллеги Ачары, если вы сейчас слушаете, научиться. И вот следующий момент – это прям такая болевая точка, про которую мы очень часто слышим от наших студентов. И на нее стоит обращать внимание. Это болит очень часто, много, и про это говорят практически все. Как научиться ставить задачи, правильно выбирать контроль, делегировать и при этом поставив задачу, ожидать, что наш сотрудник услышит так, как мы поставили задачу, услышит то, что мы хотели, пойдет, сделает в срок и в нужном качестве, и принесет нам результат. Но самое главное, что поставив эту задачу, перестать за него продолжать делать эту работу. И есть еще один важный момент, что хотели бы наши студенты, которые приходят учиться. Это как раз, наверное, про тех молодых специалистов, которые только-только переходят на позицию менеджерскую, только переходят на некую такую управленческую ступеньку. Они еще не знают, что они будут выбирать. На самом деле их ли это карьерный путь. Хочется попробовать, хочется себя отсоединить. И они говорят тогда о том, что они хотят увидеть профессию менеджера изнутри. Я еще не знаю, с чем я столкнусь. Вот в каком-то обучении я хочу понять риски, я хочу понять сложности, я хочу увидеть перспективы и, возможно, те стороны профессии, о которых я сейчас даже не знаю. Потому что, опять-таки, я нигде этому системно не учился, и опыта у меня нет. С такими запросами приходят индивидуальные студенты чаще всего. Понятно, что запросов гораздо больше и у компаний, и у студентов. Но вот собрав воедино такой опыт, попробовав выделить самые основные, мы пришли вот к таким вот пунктам. Как можно это обработать в обучении? Можно ли в программах обучения попробовать эти запросы отработать и получить результат? Наша практика достаточно большая в долгосрочных онлайн программах показывает, что на самом деле с этим можно работать и можно получать результат. К чему мы пришли в процессе большого количества различных длительных программ? И сейчас у нас действительно это уже 12-й запуск. Программы были от 4 до 8-9 месяцев. Мы пришли к тому, что, в общем, с этой историей можно поработать, если соблюсти несколько элементов. Прежде всего мы будем говорить о том, что необходим некий контент, качественный контент, и сейчас я об этом расскажу подробнее, что мы вкладываем в это понятие. Для того, чтобы контент не только потреблять, не только его где-то в голове осмысливать и оставлять на теоретическом уровне, необходима некая учебная среда, в которой будут рождаться идеи, в которой будет рождаться желание применять на практике и будет происходить обмен опытом и обогащение опытом, и необходима определенная гибкость в процессах. Как это выглядит в том проекте, о котором мы сейчас говорим? Как это выглядит в том формате, в том обучающем проекте 12-м, про который мы сейчас с Александром Орловым говорим? Контент. Что предполагает собой? Контент – это разделение на теоретическую и практическую часть. А теоретический материал мы стараемся, мы помним о том, что наша аудитория в основном – это технические специалисты, поэтому мы помним, что структурированный, поданный материал в виде схем, таблиц и алгоритмов – это именно то, что от нас ожидает наша аудитория. Поэтому материал теоретический мы стараемся подавать именно так. Тот набор методик, тот набор техник и инструментов, которые мы знаем, что помогает менеджеру в становлении на его менеджерской позиции, на его руководящей позиции, мы стараемся его подавать структурированно, через некие схемы, через алгоритмы, и стратоплан всегда ослабился наличием некого количества матриц и алгоритмов, которые легко запоминаются, легко применяются в жизни и легко остаются потом с нашими студентами, как уже инструменты в их обычной повседневной жизни. Кроме того, мы говорим только о том, что мы пробовали сами, то, что мы знаем, что работает. Мы пробовали, мы видели, какие результаты получаются, мы и сейчас в стратоплане работаем именно с этими инструментами, уже не как обучающая программа, а как работодатель. У себя мы процессы выстраиваем с помощью тех же самых инструментов, мы видели в работе других менеджеров, других компаний, мы знаем, что это работает, и поэтому мы про это говорим. Практический материал. Что сюда мы вкладываем? Практический материал занимает, наверное, если не две трети, то где-то будет плюс-минус столько от программы. И сюда мы стараемся вложить как можно больше усилий и направить как можно больше работы самих студентов. Поэтому в кейсе у нас случаются разные сложности, и мы говорим о том, что разная сложность обусловлена, во-первых, тем, что у нас бывают менеджеры, которые только пришли на менеджерскую позицию, у нас бывают люди, которые уже некоторое время поработали и определенный бэкграунд имеют. Но на самом деле разная сложность предполагает собой, что если мы здесь поработали с легкими, сложными, средней сложности кейсами, чем больше мы наработали здесь неких ментальных моделей, тем гораздо проще потом это применять в практике, тем гораздо проще потом встречать с любой сложностью ситуации. На практике такому специалисту, такому менеджеру гораздо проще вынуть какой-то инструмент и знать, что, собственно, с ним делать. В кейсах у нас встречаются задания кейса, такие некие ситуации, из разных сфер деятельности. И здесь мы отвечаем таким образом на один из еще запросов корпоративных клиентов, когда они приводят к нам несколько, допустим, сотрудников из разных отделов и озвучивают проблему. У нас есть сотрудники IT-отдела, у нас есть сотрудники, например, логистики, и у нас есть сотрудники отдела продаж, которые друг друга не слышат. Наша задача как компании, наверное, выстроить какую-то общую понятийную базу, дать всем менеджерам определенные одинаковые инструменты, с которыми вся компания будет знать, как работать. Но между собой отношения у них не складываются, они друг друга не слышат. Так вот, замена тематики, мы не только крутимся вокруг айтишных тем, и не только крутимся вокруг тем про создание ПО, мы стараемся менять тематику для того, чтобы в группах, и работая индивидуально, студенты научились наконец-то слышать другие отделы, слышать, нарабатывать некий такой общий лексикон понятного языка, особенно если люди разных отделов попадают в одну группу, и нарабатывать различные, опять-таки, понятийную базу и различные ментальные модели для решения абсолютно разных ситуаций. Да, возможно, эта тема, эта сфера никогда не пригодится человеку-специалисту, но чем больше разных вариаций мы рассмотрим в кейсах, тем более подготовленным будет наш менеджер, тем более подготовленного студента мы выпустим и выдадим вам обратно в компанию. Для решения... Кейсы построены таким образом, что для решения этой ситуации, которую мы предлагаем, нужно использовать не один инструмент, модуля, который мы изучаем, а чаще всего некий набор. Все как в жизни. В жизни мы столкнулись с ситуацией, ее нужно оценить с помощью одних инструментов, попробовать применить один, попробовать применить другой, возможно, что-то в комплексе. Вот так и сконструированы наши кейсы. Для того, чтобы научить уже сейчас, находясь в обычной учебной среде, научить студентов все-таки пользоваться как можно большим количеством инструментов. Вернемся к теоретическому материалу. Немножко больше расскажу о том, как мы его построили, о том, что мы в него внесли, потому что в процессе работы в течение этих лет, меняя форматы, мы меняли, собственно, и наполнение наших проектов, именно по контенту. Мы меняли различные модули, мы придумывали, что может быть еще ответом на запросы нашей аудитории. Вот ту программу, которую мы построили сейчас, мы ее построили по определенной логике. Какую логику мы сюда вложили? У нас сейчас в программе 8 модулей. И логика следующая. Мы предполагаем, что у менеджера, управленца, там, тимлида, есть определенная команда. Возможно, это новая команда или уже работающая команда. И для того, чтобы взяться за работу, за какой-то проект, нужно понять, с кем я работаю. В каком состоянии мои люди находятся. В каком состоянии, какая динамика у группы вообще, у моей команды. И вообще, команда ли это сейчас. Понять, в каком состоянии находятся люди. Может быть, у людей нужно в отпуск отправить. Может быть, устали. Или это новые сотрудники, которые пришли. Есть люди, у которых достаточно большое количество энергии. Они брыжут энергии разными идеями. А есть люди, которые уже в состоянии выдохшихся. То есть это в любом случае некую такую начальную точку, некую начальную точку понимания того, что делается с моей командой. И необходимо провести некий аудит команды. Здесь мы говорим про типологию диск. Мы понимаем, кто с нами работает. То есть это типология, дающая понимание, с какими людьми мы работаем, разделяющая их паттернам поведения. Соответственно, мы понимаем, как мы будем ставить задачи этим людям, как мы будем в дальнейшем с ними коммуницировать. Это и модель Такмана, где мы понимаем, на каком этапе находится наша команда. И, соответственно, мы понимаем, какие дальнейшие процессы, какие сейчас нужны в текущий момент и в дальнейшем. Это и модель Литвака. И есть наша разработанная внутри стратоплавная модель Мамонта. Вот по таким моделям мы пробуем понять, а с какой командой сейчас столкнулся наш менеджер. В дальнейшем в следующий путь, в модуль номер два, возможно, команду нужно расширять. Вероятно, может быть, у менеджера возникнет необходимость команду расширять. И поэтому мы сейчас поговорим про собеседование, найм, ну и, собственно, такая вот продолжающая тему вещь, как увольнение. Не только расширять, возможно, команду нужно менять в целом. Поэтому во втором модуле мы говорим о найм, увольнении, собеседовании. Людям, которые есть у нас в команде, необходимо ставить задачи. Модуль номер три про постановку задач, выбор контроля под каждую отдельную задачу и для каждого отдельного сотрудника, и про деривирование. Ежедневно нам нужно как-то коммуницировать с людьми. Это как раз тот самый ответ на те самые большие запросы наших студентов о том, что как-то нужно выстраивать коммуникации. И модуль номер четыре у нас логично будет про конструктивные конфронтации, это такие ежедневные коммуникации. Как сделать коммуникацию конструктивной, как выстраивать диалог таким образом, чтобы менять поведение нашего сотрудника и при этом оставаться с ним в долгосрочных отношениях. Менеджер так или иначе ежедневно совершает какие-то операции, ежедневные операции, и чаще всего в модуле номер пять мы будем говорить про деловое письмо. Как сделать так, чтобы, а тем более вот сейчас в условиях карантина это достаточно такая артуальная история, как сделать так, чтобы переписку между мной и моим оппонентом не сделать цепочкой в тысячу писем, в которые мы так или иначе утонем и ничего не поймем. Как правильно выстроить деловое письмо, по каким законам это делается, какие фреймворки для делового письма приняты, как составить хорошую презентацию деловую, с помощью которой я могу передавать определенную тему, я могу работать с этой презентацией с заказчиком и быть при этом понятым, соответственно, на той стороне. Контроль состояния команды – это модуль номер шесть и обратная связь. Так или иначе, в процессе работы нам нужно понимать, мы не только в состоянии точки ноль провели аудит и понимаем, какая у нас команда, но мы в процессе работы тоже нужно понимать, что у нас с людьми происходит, что их беспокоит, куда они смотрят, хотят ли они расти. Для этого мы проводим встречи один на один, мы работаем с мотивацией наших сотрудников и обязательно работаем с обратной связью. Как давать эту обратную связь, чтобы она была, она услышана сотрудниками, чтобы она была все-таки развивающей. Об этом мы говорим в модуле номер шесть. Модуль номер семь – это оценка производительности и аттестация, такие вещи, которые проводятся раз в полгода или год, по каким законам это делается, по каким методикам, что для этого нужно. И очень важный момент про материальную компенсацию. Премии – дают, не дают, за что дают. Повышение зарплаты – в каких случаях да, в каких случаях нет. Бонусы и так далее. Вот эти моменты мы обсуждаем в модуле номер семь. И последний модуль номер восемь – так или иначе, в процессе работы любой менеджер должен отстаивать либо свой проект, либо свою команду, когда приходят и просят забрать кусок команды, или наоборот, борясь команду, или проект сам полностью, или процессы. Что-то постоянно происходит, когда нужно отстаивать границы вот того своего процесса, команды или проектов. Это переговорный модуль, в нем очень много переговорных поединков, где мы как раз на практике это пытаемся все внедрить. Чуть подробнее у нас есть на сайте описание информации, какие инструменты мы там используем. Я не стала останавливаться подробно на каждом модуле про инструменты. Вот, мы немножко тоже по этой еще проговорим. Итак, создание учебной среды. Мы поговорили про контент, и теперь мы понимаем, что мало того, что нужно этот контент воспринять, мало того, что нужно посмотреть теоретический материал и как-то его уложить, систематизировать, его бы неплохо еще бы перенести в практическую среду. Как сделать такую среду, в которой хотелось бы студентам заниматься достаточно длительное время? Что нужно сделать для того, чтобы эта среда была эффективной, для того, чтобы она была подкрепляющей, для того, чтобы в ней хотелось делиться опытом и происходило этот разным опытом? Как показала наша практика, что чем больше самостоятельности мы даем, опять-таки, все как в жизни, чем больше дали самостоятельности сотрудникам, тем, возможно, больше у них есть желание приносить какие-то результаты. Чем больше самостоятельности мы дали сотрудникам, студентам, тем эффективнее получается эта обучающая среда. Как мы можем в процессе обучения эту обучающую среду с самостоятельностью создать? Мы проверили разными способами, как это можно сделать, и мы попробовали такой эксперимент, который дал очень хорошие плоды, поэтому сейчас мы продолжаем его использовать. Это фасилитация самих встреч, практических занятий силами студентов. Раньше это была задача куратора, отдельного куратора-фасилитатора, который фасилитировал. И здесь мы обратили внимание, что группа и студенты чаще всего ответственность за результат занятия перекладывают на плечи куратора. Куратор придет, куратор сделает, куратор объяснит, куратор подвигает. И результаты вот той самой самостоятельности, которую ожидают компании, той самой самостоятельности у менеджеров, которые ожидают ваши HR и ваши руководители, она вдруг не случалась. Теоретические знания – да, практические, наверное, где-то – да, а вот та самая самостоятельность не случилась. Коллеги, если вы думаете, что это проблема только начинающих менеджеров, то нет. На удивление мы обнаруживали, что вот это вот желание сидеть и ждать, что придет кто-то умный, большой и более взрослый, возьмет за ручку и расскажет, что должно делаться. Мы встречали это и в группах руководителей, и даже, на удивление, в директорских группах. Есть такой паттерн поведения, и с ним нужно что-то делать. Вот поэтому мы придумали, что есть возможность проводить фасилитацию руками самих студентов, для того, чтобы они не терялись в этом процессе. А сейчас мы понимаем, что время такое, что так или иначе, удаленная работа с командой, она требуется от нас в теме условий, в которых мы сейчас живем. И наши студенты как раз говорили о том, когда уже проходили курс программы 9.0, они говорили о том, что как раз вот вопросы фасилитации, наработанные навыки в процессе этих 8 месяцев учебных, дали свои плоды. Студенты научились проводить нормальные собрания, митинги, различные разговоры с заказчиками, любые встречи, где нужно где-то как-то устояться в тайминге, не выпадать из этого тайминга, не выпадать из повестки и привести вот эту группу, которая собирается, которая договаривается к какому-то решению. Мы записали для студентов некий небольшой курс, возможно, в ближайшее время мы его дополним и как-то еще дополним нашим опытом за эти годы собранным. И для каждого занятия мы прописываем сценарий. Он достаточно такой избыточный, мы не всегда говорим, что этим сценарием нужно пользоваться от точки до точки, но в нем мы мало того, что прописываем шаги, которые фасилитатору можно в процессе делать, на него можно ориентироваться, мы прописываем тайминг, который нужно будет соблюсти, чтобы не выпасть из процесса обсуждения. И мы рассказываем, что в процессе, в качестве своих рекомендаций, что в процессе обсуждения может случиться. Группа начала обсуждать какое-то задание, свернула не туда и ушла обсуждать совершенно в другую сторону. Как фасилитатору вернуть группу? Что сделать, чтобы вернуть ее все-таки в повестку в русло обсуждения? Что делать, чтобы группа вся участвовала? Что делать, чтобы наработать групповую динамику, чтобы это было активное обсуждение? Как поступить для того, чтобы вытянуть людей, которые пытались отмолчаться, потому что мы понимаем, что работа группы должна быть все-таки коллективная, и вытянуть нужно поговорить и обменяться мнением все-таки всю группу. Мы пишем в качестве рекомендаций, и таким образом у людей получается некий такой дополнительным бонусом, помимо этой программы, которую мы озвучили, дополнительным бонусом еще и прокачивание навыков фасилитации уже у себя в рабочих вопросах. А помимо этого, как еще, каким образом мы еще можем прокачивать самостоятельность, как мы можем еще этот навык нарабатывать, работа с заданием. Что предполагает собой она в нашем учебном формате? Мы рекомендуем делать следующим образом. До того, как вы стали смотреть теоретический материал, мы рекомендуем посмотреть сначала задание к этому теоретическому материалу. Мы видим кейс первый раз, мы видим ситуацию, которую нужно решить, затем студент смотрит теоретический материал, и уже его он смотрит более осознанно. Он понимает, что ему нужно решить какую-то проблему, какую-то задачу кейса. Смотрит более осознанно, сразу подбирает инструменты, подбирает, каким образом, какой техникой, методикой можно сейчас решить это задание. Возвращается к кейсу, дописывает свое решение, затем приходит в группу для того, чтобы это решение обсудить, для того, чтобы этот кейс обсудить. И вдруг здесь внимательно, это прям вот интересный момент, на первых занятиях многие студенты с этим сталкиваются, это удивительная вещь для них случается, что мнений по отношению к этому кейсу может быть много. Нет, не единственное. Вроде бы одними этими же буквами прописано, вроде бы мы все должны правильно одинаково прочитать, на самом деле вдруг оказывается, что мнений много. И это как раз то, чем группа занимается на занятиях. Обсудить мнение, обсудить видение с разных сторон, обсудить разные фокусы видения этой проблемы, и затем вместе наработать какое-то коллективное решение. Здесь мы опять-таки нарабатываем еще один навык дополнительно. Это умение не просто пришли, поговорили, и каждый остался при своем мнении, ну в жизни же не так случается, в работе менеджера это же всегда не так, а поговорить и привести к общему решению. Потому что от нас будут ожидать, что мы нашей некой рабочей группой, нашей командой поговорили, накидали решений, и при этом выбрали самое жизнеспособное, самое устойчивое. Вот этим занимаются наши студенты в процессе работы на практических занятиях. Сделали это мнение тренера, сделали это общее решение группы, проверили его на устойчивость, что оно контролируемо, что оно не приведет к каким-то дополнительным негативным последствиям в будущем и достигнет того результата, ради которого все затевалось. И после этого могут сравнить с мнением тренера. Если есть расхождение между решением группы и мнением тренера, группа может самостоятельно задать себе вопросы, что мы упустили, на что мы не обратили внимания, согласны ли мы с мнением тренера, если мы не согласны, то почему и в чем именно мы не согласны. И если у группы возникают вопросы, чаще всего мы просим, решите сначала их в группе. Возникли вопросы, попробуйте решить сначала внутри группы. Опять-таки наработка умения решать внутри. В жизни не будет рядом с вами гуру и тренера, который будет подсказывать, как делать. Если вдруг группа не сумела решить какое-то, не нашла решение для какого-то вопроса, это повод сходить к тренеру. Задать вопрос, попросить консультацию. И вот таким образом, только на последнем этапе мы говорим, сходите к тренеру, когда вы самостоятельно решение найти не смогли. Или вы не смогли согласиться с мнением тренера, у вас есть какое-то свое видение, вы готовы его аргументировать, сходите на консультацию к тренеру, задайте ему вопрос. Тренер с удовольствием придет, вам объяснит и покажет. Он может где-то согласиться с вашим решением, дополнит, возможно, а может быть покажет вам какую-то иную грань, каким образом можно было подступиться к решению этого кейса. Дальше. Еще один из элементов создания той самой учебной среды, которая дает результаты в процессе обучения, это наличие большого количества практики. Стартоплан вообще такой проект, который говорит о том, что мы такой практический проект, мы очень много говорим про практику, мы с самого старта со студентами всегда говорим коллеге, знать это не равно уметь. Мы помним, что вынуть из головы теоретические знания, как-то их применить в жизни и помочь решать уже какие-то жизненные рабочие вопросы. Поэтому много практики это в виде учебных кейсов. Вот здесь сейчас с помощью этих учебных кейсов разных, разной сложности, разной тематики, мы создаем некую такую удобную, спокойную учебную среду, в которой не страшно ошибиться. Ошибитесь здесь. Как можно больше кейсов проговорите, как можно больше вариантов проговорите. Лучше сделайте ошибку здесь, поправьтесь. Услышьте мнение коллег, запросите это мнение коллег в конце концов, сравните с мнением тренера, и уже после этого не страшно идти и применять инструмент на практике, на живых людям. Лучше ошибаться здесь, внутри этой учебной среды, нежели делать эти ошибки на живых людям уже в вашей команде. Помимо этого, что еще про практику можно сказать? Работа в малых группах. Тут интересный момент, что наш формат предполагает с собой работу вот сейчас. Я сейчас чуть дальше про это буду говорить. Он предполагает с собой работу в любом формате. Студент сам выбирает, как ему удобно. Это речь и про индивидуальную работу, можно какие-то модули изучить индивидуально. Это речь и про групповую работу, но мы чаще всего рекомендуем работу в малых группах. Опять-таки, почему? 6-8 человек в группе с совершенно разным видением, с совершенно разным опытом, с опытом решения каких-то проблем, с накопленными какими-то уже видениями, как это решалось, с какими-то накопленными практическими кейсами. Как раз внутри такой группы происходит, во-первых, обмен мнением, накопление этого мнения, постоянно на каждом занятии, это такой вот элемент мозгового штурма, рассматривание ситуации с разных сторон. И в результате такой работы накапливается огромное количество моделей поведения менеджера, гораздо больше, нежели бы человек работал с заданием самостоятельно. И у нас есть еще такая вот расхожая фраза, мы говорим о том, что когда человек что-то изучает, работает, и потом внедряет там свою рабочую действительность, он там проживает какую-то одну свою карьеру. Когда человек работает с учебными кейсами, с заданиями внутри рабочей группы, он проживает 6-8 разных карьер, потому что происходит вот этот обмен опытом, мы рассказываем о том, что в нашей сфере, как у нас решались эти вопросы. И помимо этого, как еще можно стимулировать практику, как еще можно стимулировать наличие большого количества практики в этой учебной среде? У нас есть такая техника, мы просим после изучения модуля людей идти и делать что-то руками у себя, в рабочей действительности, у себя на работе. И после этого написать эссе. Некую такую работу, которая позволяет, во-первых, увидеть, что вы уже сделали руками, увидеть результаты, систематизировать эти результаты. У эссе есть определенное техническое задание, которое мы требуем его написать. Тем самым мы стимулируем людей идти и все-таки что-то применять на практике. Вот таким образом мы создаем учебную среду. Что можно сказать про гибкость? По-разному мы строили фармак, в течение этих 11 школ, 11 потоков. Мы пробовали жесткие дедлайны, мы пробовали разные форматы, мы пробовали итерации четырехнедельные, как у нас в потоке 9.0 было. И мы пришли к тому, что где-то в чем-то нужно, наверное, отпустить студентов, дать им возможность и убрать некие рамки. Поэтому вот те модули, которые я перечислила, у них есть определенная логика, которую я проговорила. Да, но на самом деле студент может начинать изучение программы с любого модуля. Сейчас у меня первое, ну, нужно настроить, допустим, коммуникацию внутри команды, поэтому я начну с конструктивной конфронтации. Сейчас это, если у меня больше болит, и поэтому я начну, наверное, программу с этого модуля. Мы предлагаем подходить к программе с любого модуля. У нас есть такая возможность организовывать группы, начиная с любого модуля. Студент выбирает ту программу, которая сейчас, на текущий момент, отвечает его потребностям. Более того, 8 модулей может для текущих задач студента и компании в том числе, может быть избыточным. Вы можете взять то количество модулей, которое сейчас ответит вашим потребностям и вам сейчас нужно. К остальным модулям вернуться когда-нибудь потом. Мы не ограничиваем во времени. Студент может заниматься каким-то удобным образом. В группе поработал один модуль, потом пошел что-то, поделал на практике, порефлексировал, посмотрел, как это работает. Возможно, вернулся, прошел модуль еще раз или пошел дальше. То есть любые формы обучения, любой формат обучения здесь, в общем, возможен. Индивидуальная скорость, чем интересно, тем, что мы по-разному воспринимаем информацию и мы все по-разному учимся. Например, менеджеры чуть более опытные, у которых уже какой-то имелся там бэкграунд и какие-то имелись уже пройденные жизненные рабочие кейсы, некоторые ситуации для них будут решаться быстрее. С некоторыми инструментами они знакомы и сейчас они говорят о том, что мы просто систематизируем знания, мы просто систематизируем опыт, мы себе обустраиваем некую такую систему. Они, скорее всего, обучение пройдет быстрее. Для людей, у которых в их рабочем опыте этого еще не было, им нужно чуть дольше посидеть над просмотром видео, им нужно чуть дольше поработать с кейсами, возможно, вернуться и поработать с группой «Еще раз». У нас прямо вот сейчас есть несколько студентов, которые записаны сразу в несколько групп. Они ходят на занятия, решая не те же задания, но с разными людьми. Они знают, для чего они это делают, потому что они хотят получить больше эффект, потому что они знают, что с разными людьми они совершенно по-разному обсудят задания. И мы даем возможность работать с индивидуальной скоростью. Возможность возвращаться к модулям, я уже сказала, то есть в той последовательности я чувствую, что что-то я не доработал, возможно. Мне нужно еще раз вернуться и попробовать с другими людьми обсудить какое-то задание. Ну и возможность формировать свою программу, это то, о чем я сказал, что если корпоративному клиенту, например, хочется сформировать из восьми модулей какую-то свою кастомную программу, мы спокойно к этому относимся. Вы можете выбрать из этих модулей что-то, то, что сейчас отвечает вашим потребностям, создать вашу корпоративную группу, мы покажем, как это делается, и работать уже только с этой программой. Что с другой стороны? Коллеги, за 10 лет работы в онлайн-обучении мы знаем, что и уже слышали не один раз определенное количество скепсиса, возражений, возможно, и чаще всего из того, что мы слышим, это то, что онлайн-обучение не работает. Онлайн-обучение, ну, невозможно учиться онлайн, получать результаты, и уж тем более выдающиеся результаты, которые что-то меняют в жизни, что-то меняют в карьере. Часто звучит некое такое опасение, что люди в длительных программах устают, перестают учиться, выпадают из программы, не смогут, не захотят, или если это формируется группа какая-то, то, что группа тоже может распасться в такой длительной программе. У нас, коллеги, есть уже накопленный ответ, и мы знаем уже, что в этом случае сказать. Да, помимо тех самых 10 лет опыта, о которых мы говорим, есть еще определенное количество студентов, которые прошли длительные программы. Мы сегодня считали, сколько их приблизительно, их около 6 тысяч студентов, которые прошли наши вот 11 потоков, и одновременно в нескольких программах, а у нас параллельно идет несколько программ, у нас может обучаться 750-800 студентов. И наша статистика показывает, что такие программы, такие практические программы от 4 до 8 месяцев заканчивают и доходят до финиша 80-85%. То есть это люди, которые прошли теоретический материал, просмотрели его, это люди, которые пришли на все занятия, если пропустили, то они их отработали. Это люди, которые сдали все работы, все курсовые работы, а некоторые из них выходят еще на дополнительный проект, который называется «Дипломная работа». Более серьезный такой вот проект. То есть достаточно высокий процент людей, которые, несмотря ни на что, несмотря на опасения, что в онлайне учиться невозможно, получать результаты невозможно, тем не менее они доходят до финиша. И, коллеги, как бы мы сейчас не хотели бы жить в паттерне понимания того, что онлайн-обучение не работает и онлайн вообще не работает, а нужно как можно больше коммуникации оффлайновых, время показало, что у него какое-то свое видение в жизни. И вот сейчас в процессе карантина мы понимаем, что удаленная работа – это стала наша такая действительность, в которой мы все существуем. Насколько откатится после отмены карантина эта история назад, мы не знаем, но тем не менее работать удаленно нам сейчас нужно учиться. И у нас все чаще и чаще стал попадаться запрос от компаний научить наших сотрудников, наших менеджеров работать удаленно. Я его не озвучивала как запрос, потому что он такой, наверное, больше продиктованный текущей ситуации. Но тем не менее мы сейчас часто это слышим, и мы бы не скидывали со счетов ту возможность, что, возможно, и обучение онлайн сейчас станет просто вот такой вот необходимостью. Не смогут люди учиться, не захотят учиться в длительных программах. На самом деле, коллеги, это не совсем так. Людям нравится находиться в сообществе своих единомышленников. Если мы создаем некую такую среду, некую такую среду менеджеров, эффективных менеджеров, а мы стараемся так и позиционировать наше студенческое сообщество, поэтому у нас помимо тех групп, с которыми мы работаем, тех потоков, с которыми мы работаем, у нас есть отдельные кампусы, отдельные площадки в Фейсбуке, которые мы так и позиционируем, как некое сообщество менеджеров, сообщество людей, знакомых с нашей методикой, знакомых с нашими программами. Людям нравится там находиться, потому что их объединяет некая общая проблема и объединяет понимание, что в этой проблеме есть какие-то решения. Эти решения нарабатываются внутри этого сообщества. И там происходит какой-то постоянный обмен опытом. Мотивируют общие результаты. Общие результаты – это вот то самое решение группы, которое группа сделала в процессе обсуждения задания. Пообсуждали, пообсуждали, поговорили, собрались же не просто весело провести время, а собрались для того, чтобы получить некий общий результат. Это мотивирует. Мотивирует получение первых положительных отзывов, например, по курсовой работе. Курсовая работа – это всегда коллективная работа, это задание со звездочкой, более сложное, где нужно чуть больше приложить усилий. И когда группа получает подкрепление положительно от школы о том, что она правильно поступила, или некий набор рекомендаций получает, отрабатывает эти рекомендации и понимает, что все-таки что-то вместе мы сделали. Это мотивирует оставаться внутри группы. И наш опыт показал, мы по разным причинам можем предлагать нашим студентам расформировать группу. Чаще всего это такие субъективные, объективные причины. Либо время людям не подходит, и через некоторое время может быть там меньше участников в группе становится. Или может быть мы предлагаем, потому что снизилась динамика группы. На самом деле за время 11 потоков мы расформировали, буквально на пальцах одной руки можно просчитать количество групп. Люди не хотят расходиться, они хотят оставаться в том количестве с теми людьми, с которыми они начали работать и получали уже какие-то результаты. Многообразие разного опыта, обсуждаемого в группах, тоже мотивирует. И мы часто говорим о том, что мы предлагаем собираться все-таки смешанными группами. Если это корпоративные клиенты, мы им очень часто предлагаем, давайте мы ваших ребят попробуем вывести из рамок вашей компании, чтобы они не варились в опыте одной компании, а смешаем их со студентами других компаний. И пусть это будет разнообразный опыт, и он тоже мотивирует, потому что мы узнаем что-то новое, мы узнаем, как решаются по-другому эти вопросы, мы узнаем, что вообще существуют такие проблемы и вопросы, их уже кто-то решал. И наличие вот этого опыта постоянно, а в группах он постоянно озвучивается, и происходит такой постоянный обмен, он очень мотивирует. И подкрепление результатов на практике. Мы знаем от наших студентов, мы получаем от них обратную связь, мы знаем, что если человек постепенно, поступательными движениями каждый день что-то делает, он получает результат. Мы видим, что у наших студентов меняется что-то в их позиции, они получают интересные проекты, они получают интересные повышения, они имеют возможность расширять команду, таким образом вот что-то происходит, они становятся более заметными для их руководителей, на них обращают внимание, и мы точно знаем, что когда человек пошел, что-то сделал из того, что изучил, сделал на практике и стал заметен, повысил там свою визибилити, и стал более интересным в компании, он стал более конкурентоспособным по сравнению с другими сотрудниками, это действительно тоже мотивирует. Поэтому люди достаточно долго могут держаться в группе, они не выпадают из процесса обучения, когда у них есть положительное подкрепление, и мы знаем, как это стимулировать. И последний вопрос, группа распадается, что-то рано или поздно может случиться, распалась группа. А для этого случая у нас продумано наличие кураторов, цифр людей, которые людям, нашим студентам помогают в организационных вопросах. Мы хотели бы, чтобы студенты не занимались организационными вопросами, мы хотели бы, чтобы они занимались только обучением. Но, тем не менее, определенная организация все равно существует, особенно с учетом того, что работаем мы удаленно. Так вот, для того, чтобы студенты не занимались этой задачей, есть кураторы, которые помогут, подскажут, переведут, решат какой-то вопрос. Помимо этого, кураторы отслеживают динамику в группах, ходят на занятия, смотрят, что там происходит, отслеживают атмосферу, потому что, какая атмосфера в группе сложилась, какой фокус внимания в группе организовался, либо мы работаем, либо мы сидим, что-то обсуждаем, совершенно нерабочее, не относящееся к обучению. То так, собственно, и будет до конца обучения. Этим занимаются тоже кураторы. И мы отслеживаем группы, у которых что-то не получается. Мы приходим, подставляем плечо, мы приходим, помогаем, мы приходим, рассказываем, что нужно сделать, сидим со студентами на занятии, отвечаем на их вопросы. Ну и помимо этого, есть еще определенная гибкость в поисках решений, потому что иногда для некоторых групп нужно какое-то отдельное решение. Мы готовы, мы достаточно гибкие в этом отношении, мы легко откликаемся на просьбу, помогите нам в чем-то и сделайте для нас какое-то другое решение, если это не меняет логику обучения и логику нашего формата. Коллеги, вот в общем все, что хотелось рассказать про продукт, наверное, про то, как выглядит наш формат, каким образом наш проект сейчас решает запросы корпоративных клиентов и отдельных клиентов, отдельных студентов, которые к нам приходят обучаться, в этом году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!